Четыре, четыре, пять, шесть. Сейчас мы их очень быстро печатаем на всех. Темы сочинений стали известны в школе за 15 минут до начала экзамена. К этому времени школьники в полной готовности. У каждого на столе паспорт, ручка, черновики и орфографические словари. Мария Ивашенко с собой взяла еще и уверенность. Все как обычно. Страха нет? Нет. Того же мнения и одноклассник Михаил Вихарев. Скорее всего про войну. Почему? Больше всего произведения по этой теме почитал. И вообще как-то ближе. Старшеклассникам Омской области предложили порассуждать на выбор на одну из пока трех тем. О личностной близости с Лермонтовым, о симпатии к литературному герою и почему так важно понимать другого. Уже 3 декабря тем будет 5. Длительность экзамена 3 часа 55 минут. Итак, на часах 10.01. Начало экзамена в 10 часов 1 минуты. В полном одиночестве пишет сочинение «Омская звездочка» музыкант Илья Белолобов. Ему, как и другим детям-инвалидам, на выполнение творческого задания отвели на полтора часа больше. Так что в Омской области репетируют сочинения все выпускники. Хотя для региона Миноборнауки России определил квоту 30%. Проводя инструктаж со всеми общеобразовательными учреждениями, со всеми руководителями органов управления образования в муниципалитетах, Министерство образования мы предложили, что ребятам всем интересно попробовать, учителям тоже нужно попробовать. Отказавшихся от предложения не нашлось. Теперь дело за проверкой сочинений. Ей займутся школьные учителя. Делать поправки им разрешено только в копии работ. Вместо отметок будет оценка – либо зачет, либо незачет. Наши, я так думаю, наши результаты, ну, наверное, дня через 3-4 мы уже проверили. У нас немного выпускников, поэтому будет быстрее. Авторы проекта преследуют цель отвлечь школьников от тестов и типовых заданий, научить мыслить. Конечный же результат – вернуть российской нации статус самочитающей. Алла Аксенова, Даниил Паршин, Антенна-7.